Девушки отдыхают Девушки отдыхают Результат столкновения При ударе кинетическая энергия тел высвобождается, вызывая деформацию или разрушение Научившись направлять возникающие при столкновении силы в безопасное русло Ученые смогут предотвратить нежелательные последствия удара В 1992 году ураган Эндрю лишил Стэна Голденберга всего нажитого имущества Обрушив на жилище Стэна обломки других строений со скоростью 250 км в час Смерч полностью уничтожил его Сейчас от дома остался лишь бетонный фундамент По профессии Голденберг метеоролог Вместе со своими коллегами-учеными он занимается проблемой защиты населения и собственности от урагана Известно, что основной вред при урагане причиняет не сам ветер, а то, что он несет с собой Смерчи срывают крыши с домов, вырывают деревья И обрушивают обломки на землю с такой силой, что те способны разрезать пальму, как нож масла С точки зрения масштаба разрушений, Эндрю был одним из самых сильных ураганов за всю историю США По приблизительным оценкам, нанесенный ему ущерб составил около 25 миллиардов долларов Но, к счастью, обошлось без человеческих джебов Ураганный ветер вырывался в дома, срывал с них крыши, ломал стены Ураган превращает каждый обломок в снаряд, который разрушает окна и стены домов, попадающихся на его пути Выобразовавшиеся пробоины врывают с ветер и срывают с домов крыши Таким образом, возникает цепная реакция Ураган несет с собой все больше и больше смертоносных обломков В тот день, летом 1992 года, жители Майами были оповещены о надвигающемся урагане и приняли меры предосторожности Голденберг и его семья укрылись от урагана в своем доме В тот момент, когда ветер начал срывать с окон щиты, мы находились в коридоре Мы понимали, что после этого окно фасада долго не выдержит Не прошло и минуты, как стекло разлетелось в дребезги И смерч ворвался в дом Следующий момент ветром сорвало раздвижную стеклянную дверь, ведущую на задний двор И дом превратился в продуваемую подворотню Я нес на плечах своего четырехлетнего сынишку Арона Когда мы пересекали холл, он внезапно стал соскальзывать И упал бы Если б не мой племянник Джозеф, который схватил его и посадил на место Мы добрались до кухни и сели на корточке возле дивана, укрывшей сверху матрацем Господи, мы просим тебя защити нас ради всего святого Вдруг я почувствовал, как мне на спину падает что-то тяжелое Впоследствии выяснилось, что это обрушилась перегородка, отделявшая кухню от гостин Я оказался прижатым к полу, тяжесть была такая, как будто на меня упала кухонная плита А ветер продолжал усиливаться, придавливая упавшую на нас стену все сильнее и сильнее Ураган разом сорвал крышу с нашего дома вместе с бетонной анкерной балкой В ту ночь, кроме Голденбергов, крова лишились несколько тысяч семей Проникая в дома сквозь разбитые обломками окна, ураган сметал все на своем пути Испытание на прочность, конец первой части Сенсорный интерфейс Сенсорный интерфейс это программа, симулирующая ощущение прикосновения Он позволяет компьютерам смоделировать взаимодействие между объектами, например, растирание и разрез Этим свойством нашли применение в хирургических симуляторах Они позволяют врачам практиковаться в сложных операциях на компьютере, а не на пациенте Это уникальное изобретение Ощущение настолько реалистичное, что забываешь о том, что это все не настоящее Ординаторы, которые раньше не видели этого, в полном восторге Самая распространенная реакция Ух ты, здорово! Теперь они могут увидеть и сделать то, что раньше было доступно только в операционной Готовы? Да Попробуем еще раз Несравненные звуки недели скоростей на Discovery Прислушайтесь Неделя скорости Сегодня вечером Испытание на точность Часть вторая Разрушения, вызванные в 1992 году Раганом Эндрю, были настолько сильными Что в избежание повторения трагических событий той ночи Власти Флориды приняли постановление Согласно которому все устанавливаемые в домах стату, окна, двери И ставни впредь должны были проходить испытания на прочность Мы находимся в лаборатории доктора наук Саэда Али Где он сейчас ставит эксперимент, имитирующий попадание в стекло, сорванного ураганом с крыши стропила Сегодня в испытательной лаборатории Центра защиты от ураганов города Майами Команда ученых и законной компании Южной Флориды испытывает на прочность новое витринное стекло Оно состоит из двух половинок, между которыми вклеен слой пластика Разработчики с напряжением ждут результатов эксперимента Стекло покрылось сетью трещин, но выдержало удар Какое-то время осколки этого заклеенного стекла будут распадаться на еще более мелкие фрагменты Стекло продолжает растрескиваться, а доктор Али приступает к осмотру стекла в поисках существенных повреждений Вы слышите характерный звук, это продолжает трескаться стекло Я осматриваю его на предмет образования сквозных отверстий, их быть не должно Стекло отлично прилегает к раме и не имеет пробоин Оно прекрасно прошло первое испытание Теперь мы подвергнем его более серьезному тесту Итак, окно выдержало удар стропила, но самое тяжелое испытание впереди Любой раган сопровождается существенными переводами атмосферного давления Поэтому для того, чтобы получить сертификат на применение в южной части Флориды Этому стеклу предстоит пройти еще один тест на прочность Оно должно выдержать имитирующий ветер переменное давление Которое будет создаваться насосом в течение 36 часов Если бы в доме Голденберга были установлены окна, прошедшие подобное тестирование Его жилище, вероятно, выглядело бы после урагана иначе Вот табличка с номером дома, уцелевшая входная дверь А это Бенджамин, Джозеф и... Рубин Что скажете, ребята, страшно было? Да На море ураганы поднимают гигантские волны Впоследствии удара такой волны оборт судна могут оказаться катастрофическими Но проводить испытания кораблей в открытом море дорого и рискованно Поэтому реальные штормовые ситуации моделируются на специальных полигонах Но чем больше модель корабля, тем больше полигон требуется для ее испытания Самый большой корабельный полигон в мире имеет протяженность 1 километр Это испытательный центр ВМФ США в Гонороке, чуть севернее Вашингтона Здесь в огромном резервуаре с водой проходят проверку модели военных кораблей и нефтяных танкеров Корпус судна укрепляется на гигантской движущейся по рельсам вагонетке Приводимые в движение электричеством Вагонетка способна разогнать модель корабля до скорости самого быстрого эсминца Для достоверности испытания пропорции модели соблюдены даже в мелочах А резервуар с водой повторяет кривизну земной поверхности Сейчас на полигоне проводятся испытания 12-метровой модели 300-метрового авианосца Эксперимент покажет, выдержит ли корпус судна прямой удар волны Специалисты Кардерогского центра утверждают, что могут испытать на своем полигоне практически любое морское судно Шанс доказать это представился им в 1989 году после крушения танкера Эксон-Вальдес Около полуночи 24 мая 1989 года Танкер наткнулся на риф в проливе Принца Вильяма недалеко от Аляски Судном управлял один из матросов Так как капитан танкера в тот момент находился в своей каюте В состоянии сильного алкогольного опьянения В результате аварии в море попало около 50 миллионов литров сырой нефти Загрязненными оказались почти 800 километров побережья Большая часть морской фауны погибла Первоначальная операция по очистке побережья от нефти обошлась более чем 2 миллиарда долларов Кораблестроителю-конструктору Кардерогского центра Джерри Сикори Было поручено спроектировать корпус танкера Который способен выдержать подобные столкновения Обычные танкеры вроде Эксенвальдес имеют ординарный стальной корпус Внутрь которого и заливается нефть Поэтому когда это судно получило пробоину Нефть вылилась прямо в залив Для предотвращения подобных катастроф Мы разработали танкер с двойным корпусом Внутри внешнего корпуса судна находится еще один стальной корпус Которым перевозится нефть Сикори необходимо было придумать эксперимент Который показал бы выдержит ли двойной корпус танкера настоящее столкновение И вот что он придумал На двух фагонетках установлен фрагмент корпуса танкера Оранжевой линией отмечен внутренний, а синий, внешний корпус Реальный вес модели придают бетонной плиты Стальную кону здесь играет роль рифа На который наткнулся Эксенвальдес Модель судна столкнется с рифом на той же скорости Что и разбившийся танкер По характеру деформации внутреннего корпуса Ученые детально восстановили картину удара Результаты испытаний были удручающими В этом эксперименте внешние и внутренние корпуса испытываемой модели Были соединены между собой металлическими распорками Как листы гофрокартона Когда риф пробил внешний корпус модели Деформация стоек привела к разрыву его внутреннего корпуса Жесткая конструкция ведет себя при столкновении не самым лучшим образом В ней образуются точки напряжения Энергия удара передается на внутренний корпус, разрушая его Чтобы сделать корпус судна более гибким Сикор убрал три четверти распорок При повторном испытании внутренний корпус модели загнулся Но остался целым Да, это радует Результаты эксперимента оказались настолько убедительными Что побудили конгрессменов принять новый закон В 1990 году конгресс США принял акт о борьбе с загрязнением нефтепродуктами Согласно которому будущие нефтяные танкеры должны были сооружаться только с двойным корпусом Но ситуация не изменилась в одночасье К сожалению на то, чтобы заменить все имеющиеся танкеры на новые потребуется 20 лет Пока же большая часть нефтяных танкеров имеет одинарный корпус Несмотря на то, что поставленный Джерри эксперимент доказал эффективность двойного корпуса Проблема нефтяного загрязнения пока остается нерешенной В 1996 году терпит крушение еще один танкер с одинарным корпусом Сиэм Пресс В результате 72 тысячи тонн сырой нефти разливаются по бережью Англии Приводя в негодность пляжи и уничтожая прибрежную фауну Сегодня, спустя более 10 лет после проведенного Джерри эксперимента Две трети бороздящих моря и океаны танкеров по-прежнему имеют одинарный корпус Перевозимую в них нефть отделяет от воды только стальной лист Крупные аварии и катастрофы порождают большую шумиху в средствах массовой информации Но и в повседневной жизни, в частности в спорте, здоровье человека подвергается определенному риску Из-за постоянных и незаметных на первый взгляд ударов При ударе по мечу ему передается кинетическая энергия бьющего тела Будь то нога, рука или бита Но небольшая ее часть возвращается к спортсмену При этом он ощущает вибрацию В одном виде спорта риск получить травму в результате небольших, но постоянных ударов особенно велик Усталость зачастую приводит к несчастным случаям В горнолыжном спорте усталость возникает в первую очередь Из-за беспрестанной вибрации, передающейся от лыж к ногам, возникает вопрос А нельзя ли оборудовать лыжи виброгасителем, который существенно повысил бы безопасность этого вида спорта А также снизил бы риск повреждения суставов спортсмена Ученый и страстный любитель горнолыжного спорта Кен Лазарус Долгое время испытывал эти неприятные воздействия на себе до тех пор Пока не изобрел снижающие вредные вибрации устройства, которое называется пьезоконтроллер Работая в авиакосмической промышленности, Кен занимался разработкой испытаний устройства, предназначавшегося для снижения вибраций в реактивных истребителях Мы занимались разработкой системы подавления вибраций хвостовой части истребителя Это электронное устройство преобразует механические колебания в небольшие электрические разряды Процесс возникновения которых называется пьезоэлектричеством Проведенные испытания показали, что вибрация хвоста самолета, оборудована подобным виброгасителем, снижается примерно в два раза Кен понимал, устройство, разработанное для авиационной промышленности, может быть использовано в любой другой области И тогда я задумался, где еще требуется подобное устройство К тому времени я уже давно занимался горнолыжным спортом, и это натолкнуло меня на мысль оборудовать виброгасителем лыжи Снижение вибрации позволило бы существенно улучшить их характеристики и избавить спортсмена от усталости, которая особенно сильно чувствуется после длительных тренировок Следующим шагом была разработка специального горнолыжного варианта пьезоконтроллера Это пьезоконтроллер, устройство, подавляющее вибрацию лыж Внутри защитной оболочки находятся четыре пьезоэлектрических элемента, соединенные в общую электрическую схему Каждая из них не больше кредитной карточки Пьезоконтроллер преобразует колебание лыж в электричество, избавляя лыжника от вредной вибрации Установленный на лыжи пьезоконтроллер поглощает вибрацию, выполняя функции амортизатора Теперь Лазарусу предстояло испытать свое изобретение в деле Нам необходимо определить оптимальное место для установки виброгасителя и настроить его на колебание определенной частоты амплитуды Но сначала нужно выяснить, как ведут себя лыжи при скольжении вниз по склону Для этого нам понадобится специальное измерительное оборудование При помощи установленных на лыжах датчиков, которые кабелем соединены с записывающим устройством Ученые снимают характеристики возникающих при движении колебаний Наша цель — подавить все вредные толчки и вибрации Помимо вредных, существуют еще и полезные вибрации Их мы оставим Мы собираемся избавиться только от тех из них, которые вызывают усталость и травмы Снижая тем самым возможности спортсмена Хожу в поворот на предельной скорости, теперь направо Поворачиваю налево и снова направо Еще один крутой поворот И на последнем повороте забираю как можно круче вправо Лыжи, оборудованные пьезоконтроллерами, пользуются сегодня огромной популярностью в США Разработка пьезоэлектрических виброгасителей ведется также и для других видов спорта В которых имеют место вредные для здоровья человека вибрации Но сильнее всего от разрушительных последствий ударов страдают самолеты При каждой посадке самолет с силой ударяется о землю Чем сильнее изношен самолет, тем больше вероятность аварии, вызванной постоянными сотрясениями В 1989 году при посадке в Сиу-Сити штат Айова разбился авиалайнер DC-10 Находящимся на его борту 184 пассажирам чудом удалось уцелеть Он маневрировал, пытаясь удержать равновесие Как вы думаете, что послужило причиной взрыва? Понятия не имею, нас держали в неведении До самого последнего момента мы даже не знали, что летим на одном двигателе Нам сказали об этом только после посадки Если, конечно, это можно назвать посадкой Крушение стало неизбежным в тот момент, когда крошечная деталь, оторвавшаяся от изношенного двигателя, пробила обшивку самолета, повредив коммуникации Сегодня ученый работает над созданием нового материала, способного выдержать подобные удары Он должен быть одновременно сверхпрочным, легким и гибким Проверка на прочность, конец второй части Продолжение следует... Это удивительное устройство, изготовленное в 20-х годах прошлого века, состоит из пластиковых цилиндров и двух резиновых груш В каждом мячике имеется впускное отверстие для воздуха В полых цилиндрах находятся маленькие отверстия Резиновые груши закреплены на рукоятке, в которой имеется регулировочный механизм Угадайте, что это? Невероятно, но это массажер для глаз Устройство якобы восстанавливало зрение Массажер подносили глазам доверчивого пациента И врач начинал сжимать и разжимать резиновые груши Струю воздуха направляли на глазное яблоко Неудивительно, что мы не знаем ни одного человека, которому бы помогло это устройство Она олимпийская надежда целой нации Он идет своей дорогой, изучая искусство кунг-фу По ту сторону Великой Стены Атлас Дискавери Открывая Китай В понедельник на Дискавери Проверка на прочность Часть 3 Первоначально специалисты научно-исследовательской лаборатории Полтера в Калифорнии Намеревались использовать для создания сверхпрочного самолетного фюзеляжа Пуленепробиваемые материалы Таких как Кевлар и Спектра Но доктор наук Дон Шоки посчитал, что здесь потребуется нечто более прочное Нам стало известно о разработке полимера нового поколения В ходе проведенных нами испытаний выяснилось, что он в два раза прочнее Кевлара и Спектры И аж 13 раз лучше, чем обычный авиационный алюминий Этот материал называется Зайлон Это Зайлон, новый сверхпрочный полимер Полимеры играют важную роль в нашей жизни Синтетическая одежда, которую мы носим, и изделия из пластмасс, которыми мы пользуемся Все это полимеры Компьютерное моделирование предсказывает новому материалу прекрасное будущее В этом виртуальном эксперименте вы видите, как паутина из Зайлона Останавливает летящий осколок, поглощая его кинетическую энергию В следующем испытании ученые попытаются прорвать Зайлон различными металлическими обломками Как тупыми, так и острыми Мы снимаем фото эксперимента на видеокамер очень высокого разрешения Который позволит нам увидеть, как рвется каждая ниточка Более того, если мы увеличим масштаб изображения, мы сможем разглядеть те 300-400 волокон Из которых состоит каждая нить этого полимера Новый материал проходит тщательную проверку Ведь в скором будущем от него будут зависеть жизни пассажиров авиалайнеров Для установления предела прочности Зайлона ученые воспроизводят столкновение в замедленном времени Наблюдая, как одно за другим рвутся его волокна Они измеряют Наблюдают Слушают Чем громче резче звук, тем больше нити полимера рвутся в единицу времени И тем менее, впрочем, испытуемый материал Секрет прочности Зайлона в том, что тысячи его нити рвутся последовательно Одна за другой, гася энергию удара Следующее испытание — резкий удар В нашей лаборатории имеются специальные пушки, стреляющие металлическими осколками А также оборудование, с помощью которого мы сможем измерить скорость осколка до и после столкновения Эти данные позволят нам узнать, какое количество кинетической энергии осколка поглотит Зайлон Эксперимент подтвердил, что обшивка самолета, изготовленная из Зайлона, будет гораздо прочнее и безопаснее обычной алюминиевой Согласно результатам компьютерного моделирования, новый материал будет максимально эффективным Если обшивка не будет жестко прикреплена к каркасу самолета Вскоре промышленность получит новый материал Этот проект несколько отличается от того, чем мы обычно занимаемся, и это приятно Большая часть нашей работы — фундаментальные исследования Результаты которых будут применены на практике еще очень нескоро Постоянный бафтинг в воздухе и многочисленные удары самолета о земле при посадках и взлетах Порождают еще одну серьезную проблему Усталость металла В 1988 году в небе над Гавайскими островами у Боинга 737 авиакомпании «Алоха Эрлайнс» Оторвало кусок обшивки верхней части фюзеляжа Возникла сильнейшая декомпрессия, в результате которой одного из стюардов буквально выбросило из самолета На момент катастрофы, причиной которой послужила крохотная вызванная усталостью металла трещинка Впоследствии разросшаяся до 6-метрового разлома Этот старый реактивный лайнер совершил почти 90 тысяч полетов Необходимо было создать материал, которому не свойственна усталость, послужившая причиной катастрофы самолета авиакомпании «Алоха» Авиакосмический факультет Дельфтского университета в Голландии специализируется на разработке слоистых пластиков Прочность этого материала придает их многослойность Самый многообещающий прорыв ученых в этой области носит название «Глэр» «Глэр» состоит из листов стекловолокна, перемежающихся с тонкими слоями традиционного авиационного материала — алюминия Испытание нового материала возглавил его создатель, профессор Фогельзан В отличие от обычного материала самолетной обшивки, «Глэр» имеет между слоями алюминия, прослойку и стекловолокна Мы хотим быть уверенными, что производим качественный материал Поэтому каждый лист «Глэр» проходит тщательную проверку Это наша ультразвуковая система контроля качества, при помощи которой мы исследуем внутренность материала Подобно тому, как в больнице врач исследует находящийся в животе матери зародыш Такая проверка помогает выявить скрытые дефекты листа Розовым на экране отмечены воздушные пузырьки, которые могут привести к растрескиванию обшивки самолета при посадке Это явный признак брака Прошедшие ультразвуковую проверку образцы готовы к испытанию Производители самолетов не купят «Глэр», пока не убедятся, что материал способен выдержать удары, которым ежедневно подвергаются самолеты В первом эксперименте, имитирующем взлет и посадку, к листу «Глэр» прикладывается усилие в три раза большее, чем нагрузка, которую ему придется выдерживать в реальности В следующем испытании в панель «Глэр» выстреливают ледяным шариком, который в момент столкновения с ней имеет скорость 320 км в час В последнем эксперименте имитируется неприятность, которая может произойти во время ремонта самолета по вине тех персонала с высоты 12 метров на лист обшивки роняют инструмент И вновь материал не получает серьезных повреждений Благодаря своим качествам, новый материал уже заинтересовал специалистов ведущего европейского авиастроительного консорциума «Эйрбас Индастрис» Для создания самолета будущего двухъярусного 600-местного лайнера «Эй-3-Экс-Экс» им требуется легкий, но прочный материал Этим требованием как раз отвечает «Глэр», из которого в новом «Аэробусе» будет изготовлен пассажирский салон класса «Люкс» В авиационно-конструкторском бюро «Фоккера» из «Глэр» была изготовлена крупнейшая цельная деталь самолетного фюзеляжа Панели, изготовленные по передовой многослойной технологии, практически не нуждаются в заклепках, которыми скрепляются алюминиевые детали обычной самолетной обшивки Это уменьшает количество точек напряжения Для окончательной проверки профессор подверг полномасштабную панель фюзеляжа, изготовленную из «Глэр» испытаний, условия которого максимально приближены к реальности Это полноразмерная панель фюзеляжа «Аэробуса» AC-340 Она прошла лабораторные испытания имитации полета Весьма реалистичный эксперимент, в котором воспроизводится как внутреннее давление в салоне, так и действующие на фюзеляж, крутящие и изгибающие моменты Цель этого эксперимента — испытать материал обшивки на предмет появления усталостных трещин Тот факт, что усталость материала может оказаться чрезвычайно опасной, подтверждает авария, случившаяся с самолетом авиакомпании «Алоха» Этот самолет был изготовлен из обычного алюминия Образовавшаяся в результате ежедневных ударных нагрузок трещинка в обшивке привела к катастрофе Мы называем это отсутствием стойкости к повреждениям В завершительном испытании ученые проверяют, как поведет себя лист обшивки с искусственно сделанным надрезом под давлением Когда деталь обшивки была помещена под давление, трещинка, увеличившись на несколько сантиметров, прекратила расти Для того, чтобы продолжить испытание, профессору пришлось сделать еще один надрез дисковой пилой И вновь трещина разрослась на пару сантиметров и остановилась В обычном алюминиевом самолетном корпусе такая трещинка разрослась бы до гораздо больших размеров Но в Глэр этому препятствует стекловолокно Мы делали надрез пять раз, но так и не смогли довести дело до разрыва Эта трещина, в общем-то, тоже серьезное повреждение, но она не помешает пилоту совершить безопасную посадку Таким образом мы видим, что этот материал отличается прекрасной стойкостью к повреждениям Изготовленная из него обшивка будет гораздо безопаснее обычной алюминиевой Авиалайнеры становятся все больше, совершают полеты чаще и на большие расстояния Их корпуса должны быть изготовлены из легких и сверхпрочных материалов Глэр обладает обоими этими качествами Но станут ли его применять в авиационной промышленности Будет зависеть также и от его себестоимости Самый серьезный вызов ученым, занимающимся разработкой ударопрочных материалов Бросают космические глубины На первый взгляд, в пространстве между звездами и планетами абсолютная пустота На самом деле, оно заполнено всевозможными космическими телами От метеоритов до микроскопических частиц, движущихся быстрее пули Большая часть этих тел — последствия Большого взрыва Космической катастрофы, в результате которой образовалась наша Вселенная Кометы — это то, что дошло до наших дней от первоначальной Солнечной системы Какой она была в начале времен Ученые полагают, что материал, из которого состоят кометы — ключ к разгадке происхождения нашей Вселенной Но частицы комет движутся в космосе со скоростью 56 тысяч километров в час И до сих пор поймать их не удавалось Из-за своей огромной скорости при столкновении с каким-либо телом, они моментально испаряются Любое космическое тело на протяжении всей своей жизни бомбардируется крошечными частицами пыли Которые оставляют на его поверхности небольшие воронки и трещины Вы видите результат столкновения частицы размером с горошину с обшивкой космического корабля Сама частица, вызвавшая это повреждение, испарилась Необходимо было придумать способ сбора этих частиц для их последующей переправки на Землю и их изучения Решение проблемы перед вами Это аэрогель, самая легкая из известных на сегодняшний день твердых тел, получившая прозвище «замороженный дым» Глыбы аэрогеля размером с человека весят меньше одного килограмма И при этом способны выдержать вес автомобиля Уникальные свойства этого материала натолкнули ученых на мысль использовать его для захвата космической пыли Первое испытание аэрогель прошел на российской орбитальной станции «Мир», где кусок этого материала находился в открытом космосе в течение двух недель Эксперимент дал интересные результаты При столкновении с пластом аэрогеля космические частицы не испарялись, а застревали внутри Космос вокруг станции «Мир» был заполнен как космической пылью, так и отходами Образовавшимися в результате космических полетов Если вы посмотрите в микроскоп на застрявшие там частицы, вы обнаружите пятнышко краски Или частицы отходов человеческой жизнедеятельности, а может быть кусочек минерала Микрометеорит из межпланетного пространства Четыре, три, два, один Запускается двигатель Но ли вот космический корабль «Стардаст», который должен вернуться на Землю с химическими элементами, лежащими в основе нашей Солнечной системы, стартует Аэрогель так хорошо зарекомендовал себя на станции «Мир», что у нас организовала специальную космическую программу под названием «Космическая пыль» Цель этой экспедиции — сбор частиц, из которых состоят кометы При помощи аэрогеля ученые рассчитывают собрать более тысячи мельчайших частиц из хвоста кометы, которая называется «Уайлд-2» Если нам удастся собрать частицы космической пыли и доставить их на Землю Мы сможем узнать, чем же заполнено межзвездное пространство До нас это еще никому не удавалось Это будет весьма многообещающим началом Аэрогель — материал, обладающий уникальной способностью поглощать энергию удара Он является ключевым звеном в нашей программе по сбору космических частиц, которые помогут пролить свет на тайну происхождения Вселенной Но вернемся на Землю По нашим железным дорогам переводится груз, который должен быть предохранен от повреждения любой ценой Речь идет о контейнерах с радиоактивными отходами В Англии ученые провели эксперимент, целью которого было выяснить Что произойдет при столкновении перевозящего радиоактивные отходы состава со скорым поездом Перед столкновением состав разогнали до скорости 160 км в час Контейнер выдержал испытания Покореженный и сарапанный Он, тем не менее, сохранил герметичность С тех пор радиоактивные отходы регулярно перевозят по железным дорогам Ежегодно в США более 40 тысяч людей гибнут в дорожно-транспортных происшествиях Старая сделать свою продукцию как можно более безопасной В наши дни автомобильные концерны не жалеют средств на проведение крэш-тестов Но оправданы ли эти расходы? По количеству убитых и травмированных дорожно-транспортные происшествия уступают только войнам Каждую секунду в мире происходит одна-две аварии Для разработки более безопасных машин их производителям необходимо точно знать, что происходит с их автомобилем при столкновении Проверка на прочность, конец третьей части Продолжение следует... Ракетный самолет вскоре позволит путешественникам добраться до другой части света за считанные часы Команда из X-Core задалась с целью построить безопасную, нетоксичную многоразовую ракету Результат EZ Rocket Двигатель самолета вот эта небольшая деталь У самолета два двигателя, в кабине они помечены цифрами 1 и 2 В таком двигателе нет подвижных элементов, он либо работает, либо нет Ракетный двигатель работает, пока не выгорит все топливо В отличие от реактивного, регулировать мощность нельзя Но новая технология EZ Rocket позволяет включать и выключать двигатель во время полета У пилота есть один переключатель, на нем два режима, громко и тихо X-Core занимается разработкой следующего поколения самолетов, ксеруса Герметичная кабина позволит летать со сверхзвуковой скоростью на высоте 100 километров Незабываемые впечатления обеспечены Понятный всему миру язык американского Чоппи Любимые ведущие снова с вами Завтра на Discovery Проверка на точность Часть 4 Специалисты английской транспортной научно-исследовательской лаборатории занимаются испытаниями автомобилей на протяжении последних 50 лет Для них это уже стало точной наукой Именно здесь проводятся краш-тесты самых популярных в Европе моделей машин В зависимости от результатов испытаний, имитирующих лобовое и боковое столкновение Испытуемому автомобилю присваивается речь в диапазоне от 1 до 5 звезд Если вы публикуете в честь результаты испытаний одной марки автомобиля и сравниваете их с результатами испытаний другой От вас могут потребовать доказательств объективности эксперимента Чтобы исключить вероятность того, что представитель фирмы-производителя заявит Причиной столь низкой оценки нашего автомобиля послужило то, что его испытывали в несколько других условиях Условия проведения всех тестов должны быть абсолютно одинаковыми Сегодня в лаборатории проводится имитация лобового столкновения Присутствующие на испытании своего детища инженера автомобильного концерна Имеют возможность ознакомиться с каждым аспектом проведения эксперимента Все в порядке, да? Спасибо Манекены снабжены множеством датчиков Для записи поступающих от них сигналов в багажнике автомобиля устанавливается специальное устройство Которое в момент столкновения зафиксирует 79 различных параметров По своему строению манекены максимально напоминают человеческое тело Они имеют такой же вес, их суставы очень похожи на наши По-моему, он все еще немного наклонен в твою сторону Крэш-тесты позволяют судить о том, какие повреждения в результате аварии получает голова и конечности пострадавшего Но важно также знать, какой вред наносится его внутренним органам Эту информацию можно получить только в ходе вскрытия тел погибших в настоящих ДТП Этими данными, результатами проведения тысяч крэш-тестов Конструкторы и руководствуются при разработке новых, более безопасных моделей автомобилей В идеале при помощи средств безопасности мы хотим свести на нет травмы, получаемые пассажиром и водителем Непосредственно от удара и смятия кузова Как только мы этого добьемся, самыми тяжелыми повреждениями будут те Которые участники ДТП получают от самих ремней подушек безопасности Испытуемую машину на некоторое время ставят в палатку, в которой поддерживается постоянная температура Условия всех испытаний должны в точности совпадать Машину устанавливают на направляющие, с помощью троса разгоняют до заданной скорости Разогнавшись, она объезжает в специально оборудованное помещение, где ей происходит стокновение В этом тесте манекены изображают 18-месячного малыша, трехлетнего ребенка и их родителей В тех местах на лицах манекенов, куда по всей вероятности придется удар, наносится краска По пятнам, оставленным краской на подушках безопасности или на задних сиденьях Впоследствии можно будет детально восстановить картину столкновения Включай свет и поехали Испытание, которому предшествовала пятичасовая подготовка, длится меньше секунды Данные полученные из датчиков и видеозапись теста, сделанные при помощи 27 видеокамер Будут проанализированы и сопоставлены с результатами испытания других машин этого класса Этот автомобиль получил три звезды из возможных пяти Если машина получает в крэш-тесте максимальную оценку, отдел маркетинга автомобильного концерна Вероятно, использует эту информацию в рекламных целях Сегодня в рекламных кампаниях своих автомобилей Эспас и Меган фирма Рено ссылаются на отличные показатели безопасности, которые подтверждены нашими тестами Все больше и больше фирм-производители автомобилей используют результаты крэш-тестов в рекламных целях Для водителей и пассажиров автомобили становится все безопаснее Но те, кто ходит пешком, рискуют по-прежнему Свыше пяти тысяч пешеходов ежегодно гибнут в результате ДТП Впрочем, соответствующие испытания, цель которых защита пешехода от наезда, уже проводится Дело за общественным мнением Потребитель должен сказать, я хочу, чтобы моя машина была как можно более безопасной для пешеходов Ведь мы все пешеходы, и все мы ежедневно рискуем Но пока люди еще не осознали этого, дело продвигается очень медленно Особенно остро эта проблема стоит в больших городах, таких как Нью-Йорк В США уже ведутся разработки более безопасных для пешеходов автомобилей Но пока этот проект не получил должной поддержки Общественное мнение уже заставило производителей автомобилей сделать свою продукцию более безопасной для водителей и пассажиров Теперь настала очередь пешеходов Все больше и больше узнают ученые о причинах и результатах столкновения И чем больше наработок появится в этой области, тем менее разрушительными станут для нас последствия столкновений Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok